Приветствую вас на канале грильков с вами алексей ребятушки я соскучился по съемкам мы приехали две недели прошло после нового года и готов сегодня показать вам хороший рецепт у нас 4 рецепта будет но первый я бы хотел забубедить пиццу короче я не знаю на меня почему-то нахлынули воспоминания после нового года о студенческой жизни о том как это было и когда мы в обед ездили в некий шалман короче это знаете шаурмичная такая почему-то не знаю как шаверми шавермичная не очень звучит а шаурмичная нормально хотя из петербурга так вот там продавались всегда что было шаверма хот-дог был в пите тоже и было пицца были ребята вы не писать сколько людей перетравилась у нас в невере ей но я всегда очень любил под за то что там было большое количество того самого соуса она была абсолютно никакая она была в заморозке приходили они в микроволновку буренька соусы на бубене и все ты ешь и это очень вкусный короче говоря я захотел ее попробовать но понял что почему-то везде она пропала я хочу сегодня воссоздать этот рецепт для наших с вами потомков что было что вспомнить обязательно пишите в комментах были ли у вас такие темы сколько у вас они стоили у нас где-то это был 2005 2004 год стоил она где-то в районе 30 рублей вообще ни о чем но этот соус короче сегодня вам поностальгируем приготовим я думаю что рецепт будет интересен он не очень сложный сделаем все сегодня с нуля ставь палец вверх если любишь такие штуки я не знаю мясе настроение вообще классно и так для начала нам с вами понадобится 250 грамм муки нам же нужно сделать некую подобию а пласта ну это такая это больше булка конечно будет добавляем ее в миску лучше всего это делать через просеиватель так оно будет попышнее вообще я всегда так делаю любую пиццу прогулку спите за нас затуманило что дальше классическое тесто сто раз уже показывал ну давайте еще раз пол чайной ложки соли добавляем сюда вначале естественно идут сухие компоненты также идет чайная ложка сахара без горки и по сухим компонентам еще нужно добавить быстро растворимые быстродействующие вернее дрожжи они называются сушки я не реклама мы сколько не готовили дан так мы брали и доктор от кирычок пока самый нормальный софт момент сколько нужно сюда где-то чайная ложка 1 и еще половинка это прям вообще будет идеально все что теперь осталось сделать это естественно все сухие компоненты вот так вот перемешать здесь не надо слишком долго этим заниматься вот все вот так и отлично и добавляем масло я буду использовать оливковое масло понадобится столовая ложка естественно можно использовать обычно я думаю вряд ли для этой пиццы там дано так запаривались и делали например да это бред я представляю кто там это как готовил вообще типа робин бомена какого-нибудь а в общем имейте ввиду можно и обычная взять так что дальше нам понадобится вот это вот 150 миллилитров воды она должна быть чуть выше чем комнатной температуры я немножко на в ковшике подогрел то есть она вот палец опускаешь она просто такая комфортная скажем так то есть где-то 36 и 7 36 и 8 из 36 и 8 можно идти это я понял короче что мы делаем здесь все происходит по замесу то есть может быть воды понадобится и гораздо больше так вот поливаем начинаем размер до воды конечно нужно будет я думаю добавить еще начинаем мешать в итоге я добавил где-то еще миллилитров 30 воды все ложкой больше не мешается берем руки ну я буду использовать перчатки и начинаем вымешивать и вот это действие нужно делать тщательно чтобы тесто полностью промесилась и было так сказать хорошеньким делаем массаж в общем на дно миске я добавил немного оливкового масла можно есть еще раз повторюсь можно подсолнечного любого какого хотите добавляем сюда что просто она у нас не и вот так этот шарик оставляем тоже давай мы вот так с тобой запишем не будем мы отходить что делается дальше дальше идет магия ребята берем вот такой вот полотенце такое вот закрываем его вот так все и оставляем где-то минут на 30-35 главное чтобы не было сквозняков я как обычно делаю я разогреваю духовой шкаф там до 50 градусов буквально на 3-4 минут чтобы он просто прогрелся немножко открываю дверь чтобы уж ушло именно тепло и ставлю туда то есть там температура будет где-то может 38 градусов так просто быстрее быстрее взойдет а мы с вами показать что сделаем мы с вами приготовим соус сразу скажу соус будет по сути очень классический вариант ребята те кто знают где находится в пушкине 406 школа с пропеллером имейте ввиду вот там был точно такой же соус там это шоу и там же это пицца продавалась и так сметана 15 про соус не должен быть очень густой а 15-процентная мы сюда добавляем 3 я все на глаз буду делать пошли я всегда этот соус делаю на глазу смотрите то есть здесь 3 давайте 4 а столовая ложка что соус просто божественный дальше идет майонез и майонез обязательно чтобы был провансали вот фишка именно в этом тоже многие делают соли с оливковым там еще с каким-то нет должен быть именно провансаль сколько ну вот 1 столовая ложка 2 столовая ложка 3 столовая ложка все далее у нас идет один из важнейших ингредиентов это кефир я взял 2 и 5 процента сколько нужно вот здесь уже знаете нет какой-то определенный определенного количества то есть я вот добавляю немножко может быть две здесь столовые ложки и перемешиваем и смотрим на консистенцию вот посмотрите что сейчас получается вот это вот я сказал что самое самое она красота это можно уже есть нет конечно же это еще нельзя есть сюда нужно добавить следующие следующие штуки это паприка красная не острая буквально 1 чайная ложка вообще по идее в оригинале он не добавляется паприки не идет сюда ну я добавил хмеля сумели вот не надо слишком борщить с ней пол чайной ложки и конечно же карри но опять же немного я даже где-то одну треть добавлю пожалуй следующее что у нас сюда идет это лимон сколько его нужно буквально вот от такого лимона мне понадобится столичка небольшая кисник буквально попец оторвали погнали все сюда смотрите чтобы косточки только сюда не попали небольшая кислинка будет и вообще зашибись а дальше у нас самое интересное да я забыл конечно же наташа странно что ты меня не напомнил ты же обычно напомнила блин тебя после нового года не случилось ничего там со здоровьем с памятью вот буквально чуть пол чайной ложки сахара теперь смотрите понадобится один зубчик чеснока нет вообще в идеале к 4 посмотрите на этот зубчик чеснока господа вот это как на каких стероидах надо обкалывать чтобы он был вот такого вот размера я не знаю да каче слушай чеснок качается больше чем по ходу дела сам алёшка горельков так все берем число когда не это вообще бесполезно на четыре части поход делать а ну да 4 чеснок вообще на самом деле добавляйте по вкусу я люблю чтобы был чесночный привкус и добавляем его аккуратненько вот сюда подождите важный девайс без этого кстати говоря ребята вкус соуса будет абсолютно никчемный в итоге я добавил три зубчика чеснока ну-ка три четвертые скажем так все теперь нам нужно все это размешать равномерно если говорить серьезно то этот соус вообще такая тема что вы сделали попробуйте обязательно вам может быть чего-то не хватит например в моем случае мне не хватило соли я немного досолил хотя соли обычно использую что мазик обычно соленый то здесь уже идет абсолютно все по вкусу единственно что мне кажется важно это хмели-сунели и важно карри но кефир нравится на простокваши сделайте на про я попытаюсь просто сделать так как это было в том ларьке в котором я брал и там как раз в одном из ларьков было соус которым использовалась паприка чаще все конечно нет он белый должен быть но это уже такая вкусовщина знаете ли вуаля фига я просто дэвид капперфилд ребят короче прошло где-то час десять ну потому что мы просто записывали другой рецепт и не было возможности начать этот чем тесто взошло я его опускал я знаете ли еще тот беда как он гопник допускает только тесто людей не опускаю что это работаем дальше добавляем муки и ща мы будем с вами после эти ветер идем попить и все шикарно только мазать ничего страшного мне нужно поделить по сути на две части зачем мне это надо сделать по той причине что пицца то я буду делать две господа две пицца ищи идут сюда и начинаем скалка нам не понадобится мы сейчас с вами будем создавать некий круг средствами аля руки что вот так вот так вот на кое чем вертела на то что мысли если честно по правилам а то что мы не в италии ты чё ты видел вообще сил харьки в который вот так вот на пальцах смотрите очень важно чтобы тесто не было слишком тонким потому что это по сути кусочек булочки должен получиться вот такие вот две пиццовнички получились разного размера конечно давайте займемся одной даже показываю это это более симпатичный на мой взгляд получилось я добавил на поверхность с антипригарным покрытием и вот сейчас мы с вами наташа правильно раньше я говорю что только девила использую кетчуп для основы господа добавляем сюда кетчуп это важно потому что мы сегодня повторяем с вами ларечный рецепт и вот так вот небрежно очень важно и да если что я первый раз готовлю не помню говорил я это нету сейчас скажете да именно кетчуп там использовался никаких там итальянских соусов с орегано уж тем более там не было следующее что мы с вами задействуем барабанная дробь это сосиски сосиски возьмите самые недорогие такие чтобы они по скидосу были вот в моей той пиццы именно по памяти были точно сосиски они были почему-то очень вкусные их было немного я щас конечно побольше немножко добавлю чтобы так сказать было да ну в натуре что-то мы кстати говоря знаете о чем с наташи подумали нас питере есть такой район купчино вот ему кажется как интересно людей из купчино купчане зовут как ты думаешь ладно все у нее все что-то я перебарщиваю а дальше у нас идет колбаса самая дешманская тонко нарезанную так хаотично закидываем но да тут тут конечно даже не то что лазером вот так вот скромненько наполняем а нет наташа в этом в этих ларьках продавалась губы закаточная машинка думаю что рецепты когда-нибудь я тебе покажу а дальше что идет у нас это очень странно но это маринованные огурчики и там они были и прям были это я точно помню уж это странное все сочетание в пицце маринованные огурцы но это было катастрофически здоровски вот такая пока картинка у нас получается все с 1 заправкой закончили дальше поехали томаты мелко нарезанных там они вообще не знаю чем были нарезаны не очень много такая значит студенческая пицца на так получается если так разбираться не богатая да чем богатой как это тем и рады маслины вот так вот немножко небрежненько чтобы были блин как это мне кажется вкусно будет я надеюсь что получится хоть немножечко хоть на одну сотую окунуться в мой 2006 и следующее что он будет сделать это лук короче самый обычный лук только его ошпарил кипятком чтобы убрать горечь и лук здесь обязан быть блин вот с этим соусом когда мы сверху с вами намажем короче это будет просто великолепно можно добавить кашелук шалот но мы этого делать не стали естественно все отлично следующее что осталось добавить это сыр сыр господа вот такой вот самый обычный недорогой какой-то пашихонский или пакахонский пакахон то с нами вспоминает очень никакой моцарелла господа анти моцарелла вот так вот под засыпаем опять же небрежно разогреваем духовой шкаф до да я не знаю я думаю я буду экспериментировать я сейчас поставил на 220 градусов и оставлю минут на 10 12 посмотрим что получится ну и уже на представлении блюда соединим соус вот с этой пиццу ничкой и будем пробовать ну и вы знаете в моих воспоминаниях это было всегда так на эту эту пиццу разрезали пошло в таком виде когда вы достали из духовки грубо говоря и и морозили раньше да ну единственное делали может из других ингредиентов не таких качественных как я сегодня использую хотя я покупал самые дешманские вы знаете если не понял что очень проблематично купить одну сосиску в магазине но я сегодня это сделал я к чему все это говорю это заливал все вот этим шаверменным соусом а сверху вот так вот кетчупчиком но вы видели показался и прям как вот в моих воспоминаниях но мои воспоминания не были бы до конца воспоминаниями если бы я не вспомнил как проходила пятница в универе когда пар поменьше ну сам себе сделал поменьше на теле хочется гулять извините уберите детей от кадра но это было вот такой вот вонючий пластиковый стаканчик вы знаете мне если прям вообще не таращит потому что воспоминания это очень классно и классно что есть youtube для того чтобы запечатлеть их и потом знаете когда мне будет там сейчас не 65 когда мне будет 90 лет я так открою думаю господи господи вот же этот рецепт и по пятницам это всегда в этом шалмане на вокзале у нас продавалась балтика 7 я счастье по такой люблю там рука бога атомная прачечная но иногда хочется старину смотреть но была балтика 7 а еще лучше бас балтика троечка или степан разин специальная и вот именно вы знаете я очень люблю стекло я обожаю пить из стекла ненавижу терпеть не могу в пластике пить все это дело но когда ты чувствуешь пиво прям вот вот руками она прям проходит вот оно вот забыл подышать стакан да твой муж бы сейчас сказал наташа сейчас для некоторых кстати горяшок что я не твой муж почему-то всегда в этих шалманах давать вот такую-то вилочку я всегда ее выкидывал короче пробуем сейчас расскажу как все это употреблять естественно берете кусочек зачерпываете и погнали но после того как вы съели у вас остается извините что я сейчас с таким ртом не очень чистым остаются вот этих корочки бля так как соуса очень много ты вот так вот подмакиваешь его давно это было и поехали но вот такой вот замечательный рецепт получился не знаю скорее всего очень многие заменусят этот видос типа скажут дизлайк ну типа знаете люди родившиеся со стейком во рту как говорится а я вот вы знаете я из простой семьи денег особо ну не хочу прибедняться правда просто не особо было студенческие времена много денег это пицца вот напишите сколько она стоила у вас в моем представлении по моему она стоила рублей может быть 25 20 рублей при том что шаверма стоила там 60 рублей блин очень хотелось бы почитать комменты поностальгировать вместе с вами вспомните пожалуйста что еще было в вашей молодости может быть я тоже вспомню буду подумаю блин это надо тоже сохранить этот рецепт в истоках ютуба что получается короче по сути получилось один в один сразу скажу прям один в один как это было там это это даже вот не похоже на тесто для пиццы это похоже на данных некий такой лаваш очень плотный очень вкусный соусом вся фишка короче я не знаю я не стал бы вам говорить что какие-то ингредиенты отсюда надо убирать обязательно лук чтобы вы хотя в пицце и лук не очень люблю чтобы были маринованные огурчики вот это сочетание бомбически и кетчупа вот так вот сверху чтобы из всех щелей шло все я закончил данный разговор ребят спасибо за поддержку спасибо что ставите пальцы вверх с вами был как всегда алексей грильков подписка на основной канал ссылка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока вот пусть мне кто-то скажет что балтика 7 невкусно пятница студент гуляем спасибо а